Соловецкий камень Я пришел, потому что я тоже считаю, что политзаключенных надо освобождать, потому что неправильно сажать людей по их политическим мотивам. Как только люди стали подтягиваться к скверу, государство в виде полицаев тут же раздулось, как перепуганная насмерть жаба, пытаясь напугать окружающих своими внушительными размерами. Просьба разойтись и не пытаться на провокации. Последействие незаконно. Надо организовывать и бросать все силы этого Координационного совета на то, чтобы поднимать людей и выводить их на крупную разрешенную акцию, в которой будет заявлено не скромных 20 тысяч, а 1300, скажем так. Вот это я имею в виду. И у меня такое ощущение, что на самом деле к такому люди готовы. Уточнив маршрут, граждане двинулись к Лефортовскому СИЗО. Правда, без некоторых лидеров. Навального, Яшина и Удальцова задержали на Лубянке. Однако это не помешало пойти по намеченному пути, походя, просвещая прохожих своими плакатами. Люди все идут и идут. И ведь главное, никак не придерешься. Они тут просто гуляют. Спасибо. Плакаты о главном. Будете молчать, придут и за вами. Неважно, совершали вы что-то противоправное или нет. Вас и так лишат любых прав под сладкие разговоры про стабильность. Причем ваших детей тоже. И есть ли смысл рожать их вообще, готовя им столь адскую участь. На фоне умирающего гламура, на фоне неистого смердящего путинизма, мучительно рождается новое, живое гражданское общество Российской Федерации. Михаил, как вы считаете, такими акциями можно противостоять надвигающимся репрессиям? Ну, видите, можно. Мы же стоим, участвуем. И такими тоже можно. А насколько это действенно? Насколько это доказательно для власти? Чем больше народу, тем более доказательно. А когда народу будет много? Не знаю, когда народ поймет, что это касается его. Лично каждого? Да. Путинские охранители искрили обоими полушариями, не зная, что делать с несанкционированным гражданским маршем. Вроде бы шествие и в то же время прогулка. А гулять бесноватый галерщик пока не запрещал. Вот и скакали полицаи по Москве, аки гигантские блохи, время от времени включая мигалки. В стране, где не действует закон, басманное правосудие заводит страну в тупик. Граждане, без сожаления, проходят мимо. Мимо путинской гестапо я без шуток не хожу. Хотя какие тут уже шутки. Людей всерьез сажают ни за что. А Путин действительно позор России. Наша цель сегодняшней акции привлечь внимание общественности. Не власти. Власти так все отлично знают. Привлечь внимание общественности к проблеме пыток, к тому аду, который творится в правоохранительных органах, особенно за решеткой. И так нельзя. Причем я хочу сказать, что так нельзя не только с оппозицией, не только с членами Координационного совета. Вообще то, что происходит за решеткой, так нельзя поступать с людьми ни с какими. Вот она страшная, жуткая и лютая армия диссидентов, столь напугавшая полицию и даже сам Кремль. Единственное, что хорошо, они сами идут в тюрьму. Если путинизм продлится еще год, два, три, то, собственно, нам всем туда. И вам тоже. Наша борьба должна быть системной. Я призываю всех делать листовки, распространять их около метро и доносить до людей ту правду, которая есть. На стране появляются политические заключенные, появляются пытки и опять появляется похищение людей. Это возврат 1937 года. Это неправильно. Это регрессия и огромный шаг назад в самое пекло 20 века. А мы в 21-м, слава богу, живем в европейском государстве. Следовательно, наша задача, как минимум, бороться за мозг граждан, доносить до их сведения, что не надо бояться, нужно говорить об этом. Это первый шаг к тому, чтобы не было политических заключенных. В России от тюрьмы и сумы не зарекаются, но одно дело – случай или злой рок судьбы. И совсем другое дело – молчание граждан, благодаря которому разгуливающие на свободе жулики, воры, бандиты и убийцы грозят превратить нашу необъятную страну в одну большую лефортовскую тюрьму. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.